В эфире информационный блок Доброе утро Таллинн. У нас в гостях министр государственного управления Якаб. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно вы в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром посетили бывшую батарейную тюрьму, разрушающуюся морскую крепость 1840 года. Какие выводы и решения назрели? Да, в общем-то, комплекс стоит таковым уже больше 10 лет, потому что тюрьма закончила деятельность в 2002 году. Это памятник архитектуры. Считается, что европейские организации считают, что в числе семи самых опасных насчет того, что разрушается, и что-то надо решить. Потому что, действительно, это очень, в принципе, красивое место на берегу моря. Морская крепость построена такая мощно. И из этого комплекса можно получить, наверное, очень красивое место и красивую постройку. Но понятно, что городских средств на это не хватит. Здесь нужны деньги из госбюджета. Реально ли их получить? Ну, в общем-то, это и принадлежит государству, этот комплекс. Так что с городом, конечно, есть переговоры, можно ли как-то вместе это сделать. Главный вопрос сейчас в том, найдем мы возможность развития или из государственных средств, или из частных средств. Или если мы быстро это не находим, то надо консервировать, иначе это разрушится. А на консервирование тоже, как минимум, 3 миллиона. Если нормально и так крепко консервировать, там надо крышу построить, хотя бы временную, потому что крыша течет. И вопрос в том, если мы считаем, что можно это развивать в ближайшее время, тогда консервировать не надо. Тогда нужно заниматься реконструкцией. Возможен ли такой вариант, как с Горхоллом? Такая схема финансирования, совместная, город и государство? Скорее всего, вопрос или государство, или частный сектор. Если частный сектор, то это надо продавать с условием того, чтобы она была реконструирована, и там остались места для интереса публичного, так скажем, в интересах государства, может музеи, может что-то другое. Есть планировка, которую сделал Аукционерное общество недвижимости государства РКС. И по этой планировке там можно сделать такой центр, где есть и гостиницы, есть и магазины, есть время для проведения просто свободного времени. И в этом районе такого центра вообще нет пока. То есть в данном случае мы сможем говорить о появлении новых рабочих мест, туристов и так далее, и так далее. Если государство будет вкладывать свои средства в восстановление этого комплекса, понадобится ли спрашивать разрешение у Еврокомиссии, как в случае с Горхоллом, с Эстония-НР? Если главный, кто занимается развитием, то есть это или продается весь этот комплекс, или дается на использование, тогда не надо спрашивать разрешение на помощь, потому что помощь не будем давать. Просто возможность такая, что государство будет арендовать тогда у этого частного сектора эти помещения, которые нужны. Такая же схема со школами работает. Да, примерно так. Реальная площадь на самом деле огромная. Вы сказали почти 30 тысяч квадратных метров. Соответственно и объем инвестиций сложно представить. Цифры какие-то уже сейчас имеются? 80-100 миллионов, потому что там все-таки приписывается же для защиты вот этих комплексов и закон, как надо реставрировать. Это делает довольно дорогим этот объект. К концу года правительство может принять решение? Я это очень надеюсь. Я готов идти в правительство где-то в ближайшие недели и хочу получить ответ. Если мы не будем развивать, тогда надо консервировать, чтобы не разрушалось. Спасибо вам за эти разъяснения. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был министр государственного управления Якаб. Продолжение следует...